Первый короткометражный фильм Арсения Гончакова «Конечная остановка» стал лауреатом российских и международных фестивалей, где была отмечена его злободневность. Острая социальная тематика, присущая его первой полнометражной ленте 1210. Фильм основан на реальных событиях. Его герой – ветеран афганской войны. Он добивается на отбавке к пенсии. Мой герой – это как раз тот герой, которого сегодня не хватает. Он – это не очень счастливый человек, который живет по законам абсолютной порядочности, честности, прямолинейности. Он говорит одну фразу, которая является лейтмотивом его существования. Очень простая фраза. Обещал – сделай. Главную роль Николая Баранова сыграл Роберт Вапп. Актер не очень известный широкой публике. Снимается в так называемом серьезном кино у известных режиссеров – Александра Сокурова, Кирилла Серебренникова, Семена Ароновича. Его герой – человек старой закалки, который не собирается мириться с оскорблением чувства собственного достоинства и презрением к пожилым людям. Это человек какого-то такого очень упертого, жесткого, непримиримого, может быть, к сожалению, для него самого и для его судьбы, такого внутреннего нравственного закона, который, в общем, заканчивает все плохо. И, наверное, с точки зрения такого героя в современном мире, правильно. Не хочу показаться ретроградом, но просто он действительно очень прямой. Он такой советский, он такой солдат. Вот такой мой герой. Работа над фильмом продолжалась более трех лет. Арсений сначала снимал фильм на свои средства, но затем они закончились, а ни государственных, ни продюсерских в Ливане не предвиделось. И тогда кинорежиссер обратился за помощью в интернет, представил краткое содержание фильма, фотографии и рассказал, почему обязательно надо завершить проект. Наверное, это был главный мотив, потому что, ну, если они видели настолько невменяемого человека, может быть, они понимали, что, значит, зачем-то это нужно, как-то я их заражал. Это, ну, не совсем друзья, это, наверное, просто люди, с которыми я знаком, да. Да, и соцсетей. Я не использовал никакие специальные платформы, какие-то программы. Я выступал как я, как частное лицо, с кошельком наперевес. Тем, кто не успел посмотреть фильм Арсения Гончукова в Перми, режиссер советует, можно обратиться на сайт фильма и заказать его там. Прокат у киноленты 1210 ограниченный запросами кинотеатров, которые не особо рвутся показывать остро-социальное кино. В интернет картину выкладывать не будут. Это требования продюсеров международных фестивалей, куда фильм уже отправили.